Первое. Последовательно состоит из трех шагов, что необходимо сделать. И это определенная психотехника. Это определенная техника, которую мы делаем через свои энергетики, через свою энергию, через свое сознание, работая энергиями. И мы меняем неким образом свое взаимоотношение с внешним миром. И я думаю, что вы, в принципе, можете каждый следовать вот этой технике, этим шагам и пробовать с этим работать самостоятельно. С практикой у вас, конечно, это будет лучше получаться. Следуя этому указаниям, руководству, под руководством наставника, это будет получаться правильнее, без ошибок. И, в принципе, эта работа требует некой практики, то есть понимания определенных вещей, знания, как психотехники, в принципе, работают. Я вас просто сразу предупреждаю, что здесь нюанс есть. Есть важный нюанс о том, в каких состояниях это делать, и как своим сознанием работать, чтобы это было эффективно. Но сама техника, она реально рабочая и проверена на себе и на многих других. То есть здесь важно как бы разобраться в нюансах этой работы. Как выглядит первая часть, первая часть, с которой мы начинаем, это мы создаем вокруг себя некую выделенную зону, такой пузырь реальности. Мы создаем вокруг себя, вокруг своего тела. Мы входим в такое состояние, когда мы останавливаем ход своих мыслей, останавливаем работу своего ума, и когда наш ум умолкает, когда наш ум становится недвижимым, неподвижным. Да, ум заморожен, можно так сказать. А это первая исходная позиция. Попробуйте сейчас. Попробуйте вот свой ум остановить, что вместо ума такое глыболь, да, что он как бы замерз. Он что-то пробует сказать, такой, бры-бры-бры-бры, как бы да, замерз. Вот, заморозка такая. Душа и сознание не одно и то же. Сознание, можно сказать, что это проекция души. Проекция, да. Значит, заморозка ума. Вот. Ну, вода нет, в данном случае, но, например, то есть мы останавливаем, замораживаем ум, да, и вот понемногу пробуйте вместе со мной, чтобы у вас было некое внутреннее подкрепление в ощущениях, да, давайте вместе как бы немного сделаем это. А потом в конце, надеюсь, уже быстро, вот, мы это проделываем вместе со мной активнее. Значит, мы вот в этом состоянии создаем некую выделенную зону вокруг себя, то есть представьте, что вы находитесь в пузыре реальности, да, что вы находитесь в некой изолированной зоне, такая зона карантина или некая особая зона, что вы находитесь в неком пузыре, да, и вы отдельно, а мир отдельно, и вам нужно это очень четко почувствовать, очень четко ощутить. Как тренировать вот это состояние, да, у вас, вот у меня, например, стена за мной белая, вот, я могу представить, что она синяя, вот, что я сижу в комнате с синими стенами. Насколько реалистично вы можете вот это ощутить, да, представьте, что вокруг вас вот эта вот выделенная зона. Знаете, есть такое, такое развлечение, когда вы погружаетесь внутрь вот этого пузыря, ну, такого прозрачного, да, у вас там закрывают, и вы в нем там перекатываетесь. Вот, то есть, и у меня просьба, как бы не болтайте, да, не отвлекайте других, мы работаем с настройкой, с практикой, поэтому сосредоточьтесь. Если хотите чего-то спросить, то напишите потом. Значит, представьте вот эту выделенную зону вокруг себя. Просто некое пространство, то есть, вот здесь, как бы, вы находитесь внутри стенок, а снаружи от вас, как бы, другой мир. Настройтесь на то, что внутри вот этого пространства вы можете создать свои условия, вы можете создать свой договор, да, что мир внутри вот этой зоны, он может отличаться от того, что снаружи. То есть, допустим, там, не знаю, снаружи там снег, а у вас внутри весна, да, снаружи там зима, это самая ночь, а внутри у вас солнце, день, сейчас. А, да, то есть, настройтесь на вот эту выделенную зону, ну, и создайте ее вокруг себя. Настройтесь, что в этой зоне у вас сейчас день, допустим, светит солнце и лето, и вы находитесь на природе. И попробуйте это ощутить, что это так. И оно так все время. То есть, это не кокон, да, это некий пузырь, который мы вокруг себя создаем. И вот эта выделенная зона, которую мы можем дальше, ну, программировать. То есть, я вам придумал, как бы, да, создал программу небольшую, такую краткую, что светит солнце и сейчас лето, и мы на природе. То есть, три пункта. И мы эту модуляцию создаем внутри вот этой выделенной зоны. Мы не воздействуем на весь мир, на все мироздание, а только на вот эту выделенную зону внутри себя. Дальше. Вот эта выделенная зона, она убирает какие-то цепочки предопределенности. А еще один слой, который мы можем сюда внести, это некая неопределенность. То есть, состояние чуда, что может произойти, все, что угодно. Что для этого можно сделать? Ну, визуализируйте какое-нибудь, не знаю, розового слона летающего в этой вашей зоне. Или дракон какой-то волшебный, да, который у вас в этой зоне живет внутри, такой цветастый, интересный. Это создает некую магичность. То есть, в этой зоне может единорог, хорошая, отличная идея, мне нравится. Золотой телец, тоже, то есть, дух некий. Что мы создаем? Мы разрушаем некую предопределенность, да, что вот деньги могут только от зарплаты до зарплаты. Мы создаем некую зону чудес, где может произойти все, что угодно. И это первый шаг, да, мы создаем ощущение возможности чуда, что чудо может произойти. Да, и дальше мы, следующий шаг, это мы записываем, какое именно нам чудо нужно. Первый шаг понятен, ну, мне приходится кратко, потому что я должен сидеть за временем. Так, зону вокруг себя, не внутри себя, вокруг себя, вокруг себя, ну, вот там, не знаю, на расстоянии вытянутых рук где-то, да. То есть, первое, это мы создаем такую волшебную зону с летающим сновоном, как бы единорогом, там, да, вот и так далее. Второе, мы, если внутри этой зоны создаем включение денежной энергии, мы настраиваемся на вот эту энергию в социуме, которая циркулирует, да, которая прокачивается через магазины. Вы можете настроиться вот в вашем городе, например, да, как вот деньги циркулируют, там, банки, зарплаты, наличные. Что для этого хорошо делать? Возьмите физические деньги в руки свои, как бы, да, достаньте деньги, возьмите их в руки и попробуйте настроиться, что эти деньги, они связаны с другими деньгами, существующими в природе, да, там, эти рубли связаны с другими рублями, с теми рублями, которые у вас раньше были, теми рублями, которые у вас еще будут, которые вот-вот к вам уже идут, вот-вот сейчас к вам притянутся. Да, то есть, второе, мы, создав вот эту зону чудес, мы берем деньги в руки свои, держим их и настраиваемся на эти деньги, начинаем эти деньги к себе тянуть, начинаем через деньги настраиваться на вот эту денежную энергию. Вот, мне приходится просто сейчас вам, как бы, вот, быстро проходить, да, чтобы по времени мы уложились и не затянулось. В норме нормально, на занятиях мы, как бы, глубоко вот погружаемся, настраиваемся, входим в медитацию, так, чтобы мы начали чувствовать эти деньги, эти потоки, как они идут, как они циркулируют в социуме. Мы фиксируем даже в мандалу, спиралью, такой, вот этого денежную настройку, денежную энергию, что вот она точно есть. Вот, но сейчас будет достаточно хорошо, если вы, вот, возьмете деньги в руки и попробуйте в них, в эти деньги, как бы, энергию направить. Да, если у вас еще пока что нету чувствительности к энергиям, то просто настройтесь на то, что вот эта энергия, она есть, и вы ее, как бы, некую, вот эту некую энергию, вы ее направляете в деньги, да, активируете. Вот, работа вашего ума, она создает настройку, через визуализацию вы управляете состояниями своего организма, и вы направляете свое биополе, энергии вашего биополя в объект, и вы увеличиваете связь. Мы через деньги можем создать вольт денег, да, деньги являются некой частью, составной частью вот этого тельца. денежного, да, то есть мы можем настроиться на то, что каждая купюра, которую мы держим в руках, она является некой частью вот этой денежной энергии, частью вот этого денежного духа, который циркулирует в пространстве. Соответственно, мы, настроившись через деньгу на вот эту денежную энергию, мы можем туда часть своих энергий вложить и установить связь. Понятно ли вот это? Да, понятно ли то, что мы через деньгу можем, в принципе, настроиться на вот это денежное существо, и мы можем почувствовать связь. Вот, но делать это нужно в режиме медитации, так, если правильно, да, настраиваясь на ощущения. Значит, наш второй шаг, это мы берем деньги и берем в правую руку, да, в правую руку воздействия от себя, янь. В позе лотоса или лёжа, без разницы, не относится никак с позой совершенно, потому что это техника, которая работает в нашем сознании. Да, эта работа, она совершается не на нашем теле, не нашим организмом, это работа, которую мы совершаем своим сознанием. Вот, это в пузыре, да, не после, а внутри, то есть мы создали этот пузырь, и внутри этого пузыря мы создаем настройку на вот эту денежную энергию. Можно сидя, да. Понятно? То есть мы создали вот эту зону чудес вокруг себя, мы держим в руках деньги, и через деньги нам нужно настроиться на денежную энергию. Вы должны получить ощущение о денежной, вы должны свой ум, свое сознание через медитацию, а медитация это особая практика, а медитация это специальная практика, которая нам позволяет вот эту работу получиться, ну, совершать. Через медитацию мы настраиваемся дальше на вот эту энергию. И третье. Третье мы... Тоже вправо. Третье мы создаем некую сеть, которая идет к нам, да, мы в наш вот этот кокон из вот этого денежного потока создаем некий поток, некую сеть, которая идет к нам, да, создаем именно вот некую сеть, которая из денежного потока тянет как неводом, а вот этот денежный поток к нам внутрь кокона энергетического. Это третий шаг. Понятно ли вот это? То есть три шага. Мы создали выделенную зону чудес, создали себе здесь чудеса. Второе, мы через деньги настроились на денежный поток, на циркуляцию денег в социуме. И третье, мы создаем из вот этого денежного потока некую сеть, которая к нам идет. Сеть, которая к нам притягивается. Почему майянские пауки? Смотрите, здесь написано заклинание майянские пауки. Что это такое? Кто знает. Тянешь паутину, к ним текут позвения монеты. Да, например, майянские пауки это по сторонам света. Нет, не обязательно. То есть то, что я не говорю, оно не обязательно. Если я не сказал, то не обращайте на это внимания. То есть не закладывайте в свой ум лишнего чего-то, чтобы она не мешала. Майянские пауки это заклинание и артефакт. Такой артефакт есть у меня. То есть что такое артефакт? Это заряженный предмет. Вот у меня есть здесь такой подвеска, симпатичный паучок с паутиной. Но раньше это был обычный предмет. Потом он у меня лежал в зарядной машине специальной и подвергался обработке. То есть производилась некая энергетическая деформация тонкого тела. Вот этого паучка. И сюда вкладывался заряд энергетический и определенная информация. И в этот предмет была вложена определенная мыслеформа, мыслеформа заклинания. И этот предмет он теперь обладает определенной энергетикой, определенной модуляцией. Что такое майянские пауки? Майянские пауки это некое заклинание, так называемая стихия земля, которая позволяет создавать структуры. То есть что-то плести. Особенность паука то, что он как бы паутину создает, плетет. Майянские пауки это такое древнее заклинание, да, майя, которое создает структуры. То есть такой вот артефакт, он позволяет плести структуры, создавать какие-то структуры. И с помощью такого артефакта можно создать сеть в пространстве. Например, я могу взять вот в руку, вот так вот ладонью я его беру, этот предмет. Я могу его активировать, накачать энергией, так чтобы ощутить, что он как шевелится, стал живым. Структура нет, это не эгрегор, структура это связи. То есть здесь есть некий дух, такой паучок, который создает связи. Вот, и вот этого паучка его можно активировать, как некого духа, и направить в вот эту денежную сеть, создавать связи. Да, и с помощью такого паучка, с помощью такой мыслеформы заклинания, можно создать в себе вот в эту свою магическую некую волшебную сферу, можно создать некую сеть, которая тебе будет тянуть денежный поток. То есть активируя вот этого эфрита, я настраиваюсь вот этого паучка, я его начинаю ощущать, я настраиваюсь через него на денежные потоки в социуме, и я ему даю команду создать некую сплести связи, да, сплести поток, вот этот денежный поток ко мне в пространство кокона моего. Вот, потом дальше сейчас расскажу. И этот паучок, он будет плести ко мне сеть, да, он будет создавать в... Вот он как бы побежал, вот, создаст в мое пространство, вот в этой выделенной зоне включения энергетические, создаст структуры, создаст связи, которые будут тянуть вот эти денежные потоки ко мне, в мое пространство. Вот, если нету паучка, тогда вместо паучка эту связь создаете вы, да, тогда вы настраиваетесь на этот денежный поток и начинаете его тянуть к себе. Можно его как бы там хоть вокруг себя обматывать, да, как веретено, можно просто его притягивать к себе. То есть, третий шаг, это создание тяги, создание включения в этот денежный, этого денежного потока в свое пространство. Вот, слова не скажу, но общий принцип такой, как бы, да, как это можно кодировать. В этой выделенной зоне материя прирастает. В этой зоне чудес, которые я создал, происходит увеличение материи, материальных благ. Материальные блага из внешнего мира приходят ко мне, проявляются у меня. Понятно? Вот, можно нарисовать мандалу. М-м-м.